здравствуйте подписчики моего канала а также те кто не подписан подписывайтесь всех вас приветствую и вот решил сделать пятое дополнение к муфельной печи но это будет уже скорее всего да не обзор самой печи потому что я уже делал обзор 4 серии а это скорее всего дополнение к ней я решил сделать самодельный тигель почему я это решил сделать вот у меня есть готовый тигель но мне не нравится то что у него дно прямое и он рассчитан на более такие крупные объемы дело в том что этот тигель хоть и на пол литра но если представим что расплавить в нем можно хотя бы одну треть золота то это будет на на целый килограмм а мне надо иногда плавить 5 от 3 до 15 грамм если 15 грамм еще в нем можно расплавить и вылить то 5 грамм я сомневаюсь учитывая его плоское дно металл просто скорее всего спекется в некоторых местах может расплавиться но это получится в общем-то не цельный кусочек если бы у него было полу овальное дно это другое дело почему они делают плоское дно я не понимаю я вот сколько искал так и не сумел найти тигель с таким полу овальным полукруглым дном везде делаю это такое плоское и этот их недостаток в общем-то единственный так а сейчас немного прокомментирую из чего я собственно буду делать сам тигель вот решил взять вот такую трубу пятидесятка пять сантиметров ширину отрежу 7 сантиметров этой трубы отрежу 7 сантиметров этой трубы заварю дно полностью этой трубы для того чтобы потому что сюда будет вставляться шамотный кирпич по диаметру этой самой трубы как внутри идет я вырежу собственно посажу этот кирпич просто на глину потом он спекется там то есть застынет и будет держаться а внутри вырежу при помощи бур машинки проем с помощью вот такого вот алмазного сверла для стекла который идет вырежу в глубину где-то на 3 сантиметра и в ширину также но и дно будет идти у меня такое полукруглое постараюсь все это сделать аккуратно так ну и специально будет тут такая рукав выступатели как хвостик называется потом я покажу что именно чтобы подхватывать можно было пассатижами вытаскивать его одно заварю для того что если вдруг этот кирпич лопнет чтобы расплавленный металл у меня хотя бы не вылился внутрь на на днище моей самой самодельной плитки то что там рычки вырезаны если металл туда попадет то возможно придется саму печку переделывать а это будет очень и хорошо поэтому я решил подстраховаться и сделать такой корпус это почему я решил сделать самодельный тигель не потому что нет денег а потому что его найти такой трудно какой мне надо поэтому я решил его сделать сам возможно и вам это пригодится муфельной печье уже показал как можно сделать почему бы еще не показать, как сделать тигель. Возможно, кому-то это также поможет. Купить готовое все можно. Купить можно было и муфельную печь за 80 тысяч, а сделал я ее за 2000. Также и тигель можно. Он мне пригодится для следующего видео. Мы его сделаем, проэкспериментируем, то есть расплавим медь. 5 грамм где-то расплавим, пол чайной ложечки. Ну, чайную ложечку попробуем. Также в конце расплавим пол этого, почти половину этого тигля меди. Не как в прошлый раз, немножко, а побольше возьмем. И выльем пластинку медную. Она нам пригодится для следующего видео, для извлечения серебра. Потому что я решил сделать подробное видео по извлечению золота, палладия и серебра. Мне вот подвернулись 15 материнских плат от разных компьютеров. Но об этом я буду говорить в следующем видео. Сейчас ничего комментировать не буду. Особо так просто, к примеру, показал, чтобы те, кому это надо, в общем-то, уже знали, что я собираюсь сделать хорошее подробное видео, в котором я извлечу эти три металла и покажу, прокомментирую, все это подробно сниму, все это сделаю. Ну и все, в общем-то. Больше говорить не о чем. Единственное, только я вот покажу из паза предыдущего видео, то есть видео из паза предыдущего афинажа, который я наоборот не показывал, извиняюсь. Я вот восстановил медь. Тут примерно 3 килограмма меди, порошка вот этого медного. Поэтому я уже говорил как-то, что медные растворы выливать не обязательно. Их можно вот так вот восстанавливать, а потом плавить. Когда-то я плавил в индукционной печи, там, где я работал, но сейчас у меня нету собственной индукционной печи. Но это я вот столько вот за один раз скопил меди. Ее можно будет расплавить и сдать. Ну ладно, теперь перейдем к изготовлению тигля. Больше не буду вас держать. Все остальное буду комментировать. Итак, отмеряем нужную длину и отрезаем. То есть 7 сантиметров, как я говорил. 7 сантиметров отмеряем. Вот так вот отмеряем и отрезаем. Ну ладно, буду резать пока на глаз, потом подшлифую на шлейф машинке. Так что пока что. Как я уже говорил, про тиски скажу быстренько. Видите, как удобно они зажимают, круглые детали. Итак, отрезал 7 сантиметров. Теперь приварю дно. Цельнометаллическое, чтобы было. Изнутри заварю. Остальное, в принципе, все будет сделано. Итак, начертил. Сейчас отрежу вот это вот болгаркой. Снимать ладно не буду, а потом заварю. Покажу уже, когда варить буду. Это пойдет на самое дно. Вот, все. Покажу. 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 Продолжение следует... Приварил все качественно. Все намертво приварил. Сейчас остужу ее, подшлифую и все в принципе нормально. Остальную доработку увидите, которую я сделаю. И так лишнее подпилил. Сейчас это убираем штуку. Убираем. Этот выступающий носик нужен для того, чтобы когда будет металл плавиться, чтобы можно было пассатижами подхватывать его и вытаскивать, ну вы поняли, из муфельной печи. То есть вот такой я тигель запланировал сделать. Сюда вставится теперь шамотный кирпич и при помощи алмазного сверла высверлится отверстие внутри. Так, сейчас чуть-чуть подшлифую все это. И может быть еще проварю снаружи вот здесь. И тоже немного подшлифую, просто чтобы качественнее было. Так, ну вот я сделал тигель. Все подшлифовал слегка. Вот такой вот он получился. Вот это будет вот так вот цепляться. Так вот пассатижами раз. И вытаскиваться. Тот самый носик, о котором я говорил. Чтобы подхватывать его можно было. Вот, и днище приварил. И больше ничего тут такого нет. Сейчас из этого шамотного старого кирпича вырежу. Нужный диаметр, он сюда вставится. Потом при помощи бурмашинки вырежу нужный мне размер внутри. Так, ну в общем-то все готово. Все. Итак, кирпич вырезал. А дальше посажу его вот сюда. На глину обычную. Потом он там спитется и будет держаться. А теперь буду вырезать проем. В общем, покажу результат уже полностью, когда все сделаю. И так вот все сделал. Получился проем примерно внутрь на 3 сантиметра входит. И в ширину где-то 2,5 сантиметра. Все замазал. Шамотной глиной с обычной глиной смешивал где-то пропорции один к одному. Вырезал при помощи бурмашинки проем этот. Вот, теперь поставим на плитку, пусть сушится, а потом в муфельную печь. Обожгем на один раз в течение где-то получаса. Потом еще слегка подшкурим, обычной шкуркой даже, чтобы она была более гладкая внутри. И испытаем на меде уже. Попробуем. Я думаю, в принципе, держаться будет долго. Дешево, быстро. И в принципе, именно такой тигель я и хотел. Видите, дно полукруглое. Именно такое дно я и хотел сделать, чтобы когда плавился металл, он там собирался в самом центре, в каплю. Поэтому я еще чуть-чуть доработаю после обжига. А сейчас в сушку. Прошло 4 часа. Тигель полностью высох. Так что снимаем его с плитки и будем сейчас обжигать. Сейчас включим муфельную печь. И минут на 20-25 закинем его туда. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы глина застеклинилась. Потом его снимем, он остынет и я его подшлифую. И он будет готов к использованию. Испытаем на меди. И если все получится, в следующий раз в нем будем плавить уже золото. Ну что же. Сейчас подготовлю муфельную печь и продолжим. Итак, устанавливаем тигель в печь для того, чтобы обжечь. Обжигать будем минут 30, как я сказал. Посмотрим по ходу работы. Ну он в принципе не сильно даже большой. Чуть меньше даже того тигеля. Его даже можно вот так вот. Сейчас управлю примерно. Ну пойдет все. Установили. Крышки накрываем. И включаем плитку. Плитку, блин. По привычке называю плитка. Печь. Извиняюсь. Просто я привык плитка. Когда я растворы свои грею. Так, разогрев начался. Посмотрим какое напряжение еще в сети. Да, может уйти даже на лишние 5 минут больше. В общем, через 5 минут заглянем. Сейчас вот время. Ну вот. В 15.30 заглянем и посмотрим, что у нас там уже. 5 минут прошли. Вот уже 15.30. И давайте заглянем, посмотрим, что у нас там происходит. Просто. Ну вот, отлично. Уже даже до красна, по-моему, начал корпус греться. Ну что же, заглянем еще через 5 минут, когда будет 35. Еще подождем 5 минут. Еще прошли 5 минут. Вот, 35. Давайте посмотрим. Я уверен, что тигель уже стал ярко-красный. Ну да. Все происходит именно так, как я этого и хотел. Тигель покраснел уже. Ну и еще подождем 5 минут. Будем заглядывать каждые 5 минут. В итоге, я думаю, 25 минут хватит. 40 минут подошли. Вот. И давайте заглянем. Уверен, что разогрелся до ярко-желтого цвета. Да. Температура возросла. Даже сюда уже ощущается. Я думаю, еще 5 минут, и этого будет достаточно. Пусть еще побудет 5 минут. Вот, 45. Заглянем в последний раз. Выключим. И тигель там оставим. Пусть он там остывает. В течение получаса, как минимум. Потом его достану, когда перестанет быть красным. И посмотрим, что получилось. Этого достаточно. Глина уже спеклась. 45 минут наступили. И сейчас будем выключать. Сейчас заглянем только. Тигель вытаскивать не будем. О! Температура приличная. Ну вот и все. Пусть он здесь остылает. При такой температуре бронза расплавится легко. А если медь расплавить, еще 10 минут, как и в прошлый раз. Как видим, спираль держится нормально. Ничего с ней не произошло. Как я и говорил, не ржавейка. В общем-то, это единственный вариант. Самый дешевый и выгодный. Пусть теперь там остывает. Через полчаса посмотрю, что там внутри. Прошло больше, чем полчаса. Так, вытаскиваем тигель. Тигель полностью остыл. Так, немного спекся, я уже смотрел. Сейчас его подшлифуем внутри мелкой шкуркой. И сразу же расплавим меди. Грамм 5. Вместе с бумажкой завернем и сымитируем плавление золота. Почему с бумажкой? Потому что я золото буду пропускать через фильтр. Потому что это лучший способ поймать все частицы, чтобы они все были в одном месте. Поэтому это такой эксперимент. В общем-то, плавление в очень маленьких объемах. Итак, тигель я подшлифовал. Вот, обмазал даже чуть-чуть еще глиной обычной. Так, совсем слегка. И сейчас сымитируем плавление золота. Только пока потренируемся на меди. Это первая такая у меня работа с этим тиглем. Поэтому я не знаю еще, как он будет работать. Добавляем чуть-чуть буры на самое дно сперва. Вот. Все, хватит. И добавим меди. Ну, примерно один кусочек только добавить. В принципе, это даже много, наверное. Убрать один. Вот так вот пойдет. Вот. Вот это примерно осадок 5 грамм золота. Так, сворачиваем его. Почему с бумагой? Потому что я, как уже сказал, буду пропускать осадки свои, полученные через фильтр. Потому что это проще и лучше всего. Это меньше времени занимает, чем там его промывать, подолгу ждать, пока он сядет на дно. Ну, вот так вот сюда его засовываем прям. Все. Теперь его сюда устанавливаем. Кстати, спираль немного эта отошла. Ее надо поправить. Я сейчас включу ее, поправлю. То, что одной рукой неудобно. Ну и покажу это. При остывании она, вот я заметил, снизу отходит. А так, когда нагревается, нормально держится. Так, все поправил. Теперь закидываем тигель. Спираль немного выгорает, и поэтому стало чуть-чуть снизу. Это четвертое, вот считай, плавление будет у нас. Сюда устанавливаем вот так вот. Все. Вот так вот аккуратно. Да, пойдет. Накрываем крышкой. Будем заглядывать каждые 5 минут. В общем, минут 30 пройдет. Металл должен расплавиться. Мы его выливать не будем. Мы его вытащим просто. Он там застынет. При помощи пинцета достанем. И в азотную кислоту на пару секунд бросим. И полностью сымитируем плавление золота. В следующий раз в этом тигеле уже расплавим осадок золота. Как я уже и говорил. Итак, 5 минут прошли. Сейчас посмотрим, что у нас там. Бумага сгорела. Разогрев начался. Ну, отлично. Заглянем еще через 5 минут. Уже краснеет стенки тигля. Пусть разогревается. Это первое такое его испытание. самого тигля нашего. Если у меня не выйдет с кирпичом, тогда я внутрь вставлю графитовую вставку такую же. Только вырежу из графита. Куплю графит, вставлю, и тогда получится все. По-любому все получится. Корпус сделал тоже не зря. Сам корпус тигля. Так что все нормально. Одна спираль, что ли, перегорела? Вот так вот, ребята. В общем-то, одна спиралька перегорела. По сути, получается, на 3 раза только этой спирали хватает. Тогда придется наматывать спираль, скорее всего. И тогда продолжим. Прошло пару часов. Печь еще горячая. Пусть еще остывает. Как минимум 2 часа. За это время я сходил, купил проволоку из нержавейки. 1 килограмм проволоки взял. Толщина проволоки 1 миллиметр. А здесь у меня было установлено, в прошлый раз, который я покупал, 0,8 миллиметров. В этом матке, примерно, я посмотрел по таблице, 165 метров. На каждую вот такую половинку, одну уходит, у меня где-то почти 5 метров проволоки. Сейчас буду наматывать. Потом установлю. Через несколько часов снова ее включим. И расплавим то, на чем у нас все остановилось. Тегель уже остыл. Итак, сейчас будем наматывать проволоку. Я покажу, как. На все про все уйдет всего-то каких-то пару минут. Чтобы ее самому сделать. Ну, в общем, смотрите. Так, он должен крутиться вот в эту сторону. Да, отлично. Все. Вот так вот делаем. Раз. Он один оборот сделает. Так вот раз, сперва. Вручную сперва первый сделать. Ну, все, пошло. Вручную сперва. Ну, все, пошло. Я не могу. Сперва первый. Поехали. 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 ну вот спирально мотал вот как она идет практически идеально намотана ее зажал временно для того чтобы слегка обжечь так вот просто чуть-чуть чтобы она меньше распутывалась когда ее вытащим ну это я снимать не буду так что покажу когда уже и сниму все и так быстренько обжег теперь снимаем ее ну вот она практически даже не крутится чуть-чуть вот один два оборота сделала ну вот при помощи вот такого металлического прутка длинного сделал вот такую вот самодельную спираль сейчас я только сделаю полу овальную немного спрессуем как и в прошлый раз который я покупал такой же также и все вставлю в муфельную печь и продолжим на над тем что у нас закончилось это проволока более толстая думаю будет дольше держаться она более мощная даже чувствую в руках она такая толстая общая длина мне нужно 55 сантиметров вот я отмерю 55 сантиметров и чуть-чуть еще и и вытяну просто один конец зажму другой потяну и растяну на 132 сантиметра я уже знаю точный диаметр сколько мне надо длины и все и так спираль намотал свою собственную и сейчас сделаем то что у нас утром не получилось расплавим наш осадок с медью так устанавливаем тигель ну так пойдет включаем плитку включаем муфельную печь привык с этой плиткой еще раз извиняюсь включили ну и все накрываем крышкой как мы как вы видите собственная спираль намотал все работает нормально так а время у нас вот заглянем через пять минут пять минут пробежали заглядываем что у нас там по моему это спираль в разы мощнее толще происходит так как тогда на 15 минуте все было думаю минут 15 может хватить чтобы расплавить медь ладно заглянем еще через пять минут я уверен что он уже будет такой яркий что сможешь даже и расплавиться 10 минут наступили и там я уже смотрю все такое яркое что у пекло просто пекло вот это мощь там мощь просто вообще не передать словами так еще чуть-чуть подождем возможно 15 минут хватит миллиметровка куда мощнее чем я думал ну что же прошло 14 минут медь растворилась расплавилась вытаскиваем ее из из печи тут а просто от настоящий это просто от настоящий у меня металл не черта себе 14 минут новый рекорд с этой новой спиралью который я сам сделал судя по ее состоянии вроде держится нормально но сверкает так что аж руку обжигает сюда медь расплавилась пусть тигель сейчас остынет я просто вытащу и сюда в азотную кислоту брошу блин знаете я неправильно сделал вот она эта медь вот она наша медь тигель у меня весь смотрите потек от температуры короче расплавился тигель все расплавилась и медь тоже но тигель по моему все расплавилась короче смотрите все ладно буду над этим работать но печь работает все раз посмотрим ничего себе тут еще до сих пор можно и бронзу плавить хотя я выключил нормально установился включаем муфельную печь так включаем ее снова устанавливаем крышку сейчас я чуть-чуть осадок мокроватые сейчас чуть-чуть погреется минуты две отключу на минуту а потом снова включу в общем сейчас вот 1632 посмотрим за сколько расплавлю это количество меди и сюда выльем и этот кусок пойдет нам следующий раз для восстановление серебра пять минут прошли все уже дымит осадок был еще влажный следующий раз буду сушить его прежде чем плавить но уже тигель разогрелся до красна ладно вот 37 в 32 начинали еще через пять минут посмотрим так еще прошли почти три минуты всего лишь вот и и и уже все желтое ярко желтое смотрите как быстро за восемь минут она меня разогревает еще минут пять и все расплавится уже медь начала сплавляться кое-где даже я вот вижу отсюда итак прошло 13 минут вот 45 а начинали в 32 выключаем печь все расплавилась уже вижу надеваем маску перчатки всю защиту и аккуратно выливаем медь жидкая может брыжу поэтому надо быть аккуратным с ней очень аккуратно снимаем все вот ребята немного я вчера поторопился этот кусок был целый и она пополам поломал медь вчера расплавилась но чуть-чуть вышло так что не совсем наполовину расплавилась мне показалось что весь осадок уже расплавился все такое было яркое я даже вот этой проволокой помешал мне показалось что все уже там жидкое и чтобы не передержать я его вылил но вышло так что он расплавился наполовину то есть одна половина вылилась медь видите медный цвет вторая половина осталась а так принципе никаких проблем не произошло все ништяк все работает самодельная спираль прекрасно держится работает ладно я уже не буду снова плавить чтобы видео не затягивалось потому что это не обзор муфельной печи я все-таки делал обзор тигля с тиглем немного не получилось но я предполагал что кирпич может расплавиться но я думал все таки шамотный держаться будет но он потек в общем тоже выгорел в стекло превратился поэтому я над этим поработаю вне съемок если будет положительный результат какой то я с вами разумеется поделюсь этим а на этом конец в общем то все нормально проволока держится хорошо эта печь будет работать долго единственное только я сделаю переделаю печь внутри поменяю не кирпичи я их просто переверну обратно и с той стороны вырежу новые эти пазы дело в том что неудобно их вот это вот сжимать диаметр проволоки изначально когда я ее делал я покупал проволоку под 5 миллиметров шириной а теперь сам наматываю шириной 8 миллиметров поэтому мне нужны эти арочки пошире я это переделаю тоже это снимать не буду а то вы подумайте что я сериал решил сделать из этого в общем а так то же самое все будет я только эти аккуратно сниму быстренько там пару часов на это уйдет переделаю снова ее поставлю и все ну и в следующий раз уже покажу спасибо всем за внимание а на этом конец и надеюсь на ваше так же понимание в следующий раз делаю видео как и обещал афинаш золото палладия серебра разумеется мы расплавим осадок в общем я над этим еще буду работать а на этом конец